Бросок гадюки. Что делать, если вас укусила змея? Препарат для замедления старения в лабораториях КФУ. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиля Хайрудинова наградили медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ накануне подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. На протяжении долгих лет Рамиль Хайрудинов активно участвует в деятельности Российского исторического общества. Одно из важнейших направлений работы – проведение совместных исследований с представителями других университетов России. Летняя жара приводит к повышенной активности змей. Как вести себя при встрече со змеей? Какие виды опасны? И где в Татарстане следует быть наиболее аккуратным? Смотрите далее. Россияне не понаслышке знают о змеях, ведь еще со школьной скамьи каждому известно – их следует остерегаться. На территории Татарстана обитают преимущественно четыре вида змей – обыкновенная медянка, обыкновенный уш, обыкновенная гадюка и степная гадюка. Первые два вида не ядовиты и особой опасности для населения не несут. А вот оба вида гадюк представляют угрозу, поскольку обладают ядовитым секретом, который при укусе вводится в организм человека и вызывает самые разнообразные негативные эффекты. Встретить их можно не только в лесу, вдоль рек и на опушках, но и на дачных участках и в городских парках. В Татарстане обыкновенных ушей чаще всего можно наблюдать на берегах водоемов, например, у реки Казанки и в окрестностях озера Кабан. Если говорить о встречах с ядовитыми змеями, то ближайшие участки, где можно встретить этих змей – это Зеленодульский район, там имеются популяции гадюк, Пестричинский район, Логишевский район. То есть те места, где имеются подходящие биотопы и где имеются очаги распространения этих змей. Самая лучшая защита от змеи – это внимательность и осторожность. Если вы видите змею, ни в коем случае ее не трогайте, самым лучшим вариантом будет просто пройти мимо. Эти присмыкающиеся отличаются тем, что никогда не нападают на человека с целью съесть его или укусить. По словам экспертов, все те зафиксированные случаи укусов гадюк обусловлены небрежным отношением, когда человек может наступить или просто нагло схватить змею. Тем не менее, несмотря на их неагрессивность, специалисты все же советуют приобрести особую одежду и обувь, которая будет препятствовать нежелательному укусу. В большинстве своем это крепкие ботинки с высоким голенищем и плотные широкие брюки, которые позволят обезопасить человека от броска змеи. При укусах гадюк рекомендуется больному наложить давящую повязку, ни в коем случае не какой-то давящий жгут, а именно давящую повязку на пораженную конечность. Ее необходимо иммобилизовать, то есть, чтобы конечность была зафиксирована в неподвижном состоянии. Ранку желательно промыть, протереть каким-то спиртсодержащим раствором для обеззараживания. При этом марганцовка не рекомендуется. Рекомендовано обильное питье, больного необходимо перенести в тень. И, соответственно, можно принять какие-то антигистаминные препараты. Ну, в простейший случай это супрастин. Исходя из вышеописанных правил, обильное питье, неподвижность, прием противоаллергических средств и накладывание повязки. Это все, что нужно, чтобы оказать пострадавшему первую помощь. Затем его следует доставить в медучреждение, где ему введут специальную сыворотку и проконсультируют насчет дальнейшего лечения. Карина Саяхова, Универньюс. До недавнего времени всего два российских вуза имели направление подготовки специалистов в области сурдоперевода. Квалифицированных специалистов крайне мало, а спрос на них растет с каждым днем. Казанский федеральный университет в ближайшее время откроет новое направление бакалавриата «Русский жестовый язык». Подробности смотрите в сюжете Елизаветы Никитиной. В Республике Татарстан по неофициальной статистике проживает примерно 4 тысячи людей с нарушением слуха и владеющие русским жестовым языком. В настоящий момент в Республике Татарстан работает всего 35 переводчиков русского жестового языка, сокращенно РЖЯ. Физически на все глухих сурдопереводчиков не хватает. Переводчики – это специальность очень востребованная, очень интересная, необычная, потому что английскому языку обучаются, может, и легче, а жестовый язык, он немножко сложнее. Но навыки появятся, если у человека появится терпение, а работа очень интересная, разнообразная, зависит от глухого человека, и качество перевода зависит, и от самого глухого, от переводчика, от совместной работы. В России всего два высших учебных заведения, которые обучают сурдопереводчиков. Одно из них находится в Москве, другое в Новосибирске. Это два государственных университета, которые выпускают переводчиков на базе бакалавра с высшим образованием. Республика Татарстан – передовой регион, и здесь крайне необходимо открыть такое направление. Казанский федеральный университет совместно с Всероссийским обществом глухих планирует открыть новое направление бакалавриата в КФУ – русский жестовый язык, теория и практика перевода. В рамках этой программы мы будем готовить переводчиков русского жестового языка, или, как более привычно, окружающим сурдопереводчикам. Студенты, которые обучаются по данному направлению, смогут быть переводчиками с русского языка на русский жестовый и наоборот, а также с английского языка на русский, поскольку предполагается также углубленное изучение и английского языка. Запрос в обществе на сурдопереводчиков русского жестового языка постоянно растет, поэтому с трудоустройством у студентов проблем не будет. Программа подразумевает очно-заочную форму обучения. Мы планируем готовить не только переводчиков, но и исследователей, которые будут вовлечены в научную деятельность по данной проблематике. Это очень важно, поскольку это позволит увеличить и количество переводчиков, и улучшить качество этого перевода, потому что научный подход к любому делу всегда, естественно, это очень хорошо, и это то, на что нацелена наша программа. Поступить на данную программу можно будет по результатам единого государственного экзамена. Она рассчитана на типично слышащих людей. Практику речи будут вести преподаватели, которые являются неслышащими. Стоит отметить, что трудоустроиться студентам можно будет уже со второго-третьего курса. Елизавета Никитсина, Фариза Хитаглы, Универньюс. С 15 по 17 августа в Елабужском институте Казанского федерального университета пройдет 12-й международный фестиваль школьных учителей. Площадка организована Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Цель фестиваля – это обмен опытом организации школьного образования. В рамках программы трехдневного форума участники смогут посетить лекции, мастер-классы, дискуссионные панели, круглые столы, научно-образовательные акции, выставки учебно-методической литературы и экскурсии. В фестивале примут участие более полутора тысяч педагогов, ученых и специалистов в сфере образования из России и зарубежья. Аспирантка Казанского федерального университета получила миллион на разработку препарата для замедления старения. Все подробности узнавала Алина Красильникова. В марте 2022 года стартовал конкурс «Студенческий стартап». Он проводился в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Были отобраны первые 650 победителей, которые получили по 1 миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. В их числе оказалась и аспирантка первого года обучения Казанского федерального университета Института фундаментальной медицины и биологии Серина Курбангалеева. Проект направлен на разработку безопасного и биосуместимого лекарственного препарата для замедления процессов старения организма и терапии митохондриальных заболеваний. Мутации митохондриальной ДНК приводят к мышечным расстройствам, такие как дегенерация, мышечная атрофия, миопатия, а также сопровождают развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона. При нарушении митохондриальной функции в большей степени страдают клетки головного мозга, скелетные мускулатуры, сердце, печени, почек, эндокринные и дыхательные системы. И с возрастом энергетическое, так скажем, депо клеток митохондрии истощаются. И в возрасте с 30 до 70 лет митохондрии теряют более 50% продуктивности. Терапией возрастных изменений нейродегенеративных и митохондриальных заболеваний путем доставки активных митохондрий в клетки человека девушка начала заниматься еще на стадии обучения по программе бакалавриата. Продолжила исследование в магистратуре и защитила магистрскую диссертацию по данной теме. Тогда не все идеи были воплощены, поэтому Серина подала заявку на конкурс. Результатом ее работы должна стать технология доставки здоровых митохондрий, то есть энергетических станций клеток в клетки человека с целью восстановления и повышения митохондриальной функции. Это преобразование питательных веществ в полезную энергию с использованием молекул кислорода. На сегодняшний день не существует эффективного способа доставки функционально активных митохондрий при митохондриальных заболеваниях. А так как митохондрия – это наша важнейшая органелла в клетке, поэтому данный способ терапии митохондриальной дисфункции и митохондриальных заболеваний путем доставки функционально активных митохондрий в составе микровизикул является новым перспективным методом терапии. Проект будет реализовываться на базе научно-исследовательской лаборатории «Межклеточная коммуникация». Здесь будут проведены все необходимые экспериментальные работы, после чего эта технология будет запатентована. Далее будет осуществляться поиск потенциальных инвесторов для проведения доклинических и клинических исследований, коммерциализации и вывода инновационного лекарственного препарата на рынок. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Казанские студенты разработали уникальный телеграм-бот для поиска работы. Как зародилась идея проекта и по какому принципу отбираются вакансии? Все подробности смотрите в сюжете Маргариты Михайловой. По данным исследования Высшей школы экономики, больше половины российских студентов вынуждены совмещать учебу и трудовую деятельность. При этом найти подходящую вакансию крайне проблематично. Именно поэтому команда казанских студентов разработала телеграм-бот «Опять работа» для быстрого поиска работы. Это был очень долгий, очень кропотливый процесс работы с разработчиками. Это было ужасно, но мы справились. Быстро и просто. Найти работу можно в два клика. Все, что нужно, запустить бот и поделиться с ним контактными данными. ХХРУ, Авито и другие платформы, они очень сложные. Они очень какие-то такие доисторические и так далее. Поэтому мы решили сделать что-то свежее, что-то трендовое и классное для того, чтобы студенты могли легко, с кайфом искать себе работу. Команда разработчиков регулярно проверяет сотни вакансий и публикует их в дочерних телеграм-каналах. Подписаться на них можно, запустив бот. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова